Откатные омуты. Дмитрий Медведев на минувшей неделе заявил, что стране как воздух необходима новая редакция злополучного закона о госзакупках, более продуманная и современная. Положение дел аховое. Жулики и ненасытные чиновники превратили сферу в дойную корову. Ежегодный ущерб казне триллион рублей по самым скромным оценкам. Размах воровства впечатляет не меньше, чем глубина его проникновения в систему. Но на днях в главном контрольном управлении президента разоблачили оборотня, который вместе с группой сообщников вымогал у иностранных компаний крупные суммы за допуск к участию в тендерах и конкурсах на заключение государственных контрактов. Владимир Кобяков выяснял, что и где исправить, чтобы порядок навести, а заодно, пусть даже это и капля в море, помог несколько миллионов бюджетных средств сэкономить. Героями года в этом заповеднике признали бобров. Во время летней жары здесь пересохли все речки и пожарной машине набирать воду пришлось бы за много километров отсюда. Но бобры позволили сэкономить на бензине. Заповедник единственное сделал, это подъездной путь организовал, а все остальное легло на лапы, на плечи бобров. То есть вот они сделали данное гидротехническое сооружение, вода поднялась более метра. Сейчас в заповеднике Брянский лес ищут деньги на зубров и на покупку лошадей, но почему-то сначала решили приобрести совсем другое. С чем был связан тендер с покупкой автомобиля бизнес-класса заповедника? Ну, значит по поводу автомобиля бизнес-класса, здесь я думаю смысл как... На сегодняшний момент по ряду причин, по ряду причин это все дело заморожено. Заморозили это дело временно и перед самым приездом съемочной группы НТВ. Весной где-то здесь можно будет увидеть машину за 2 миллиона 560 тысяч рублей. В документах на госзакупку указаны все подробности, что должно быть в автомобиле. Это и подстаканники, и держатели для бутылок, и обязательное наличие макияжного зеркальца. Но действительно, что это за машина для нужд заповедника и без макияжного зеркальца? В Министерстве природы, которому подчиняется заповедник, ответили. Тендер на госзакупку дорогого автомобиля объявили в Брянском лесу. Но машина по задумке должна была оказаться в заповеднике на Камчатке. Под конец года объявляется конкурс на 2,5 миллиона, чтобы поставить из Брянска, там, да, с крайней западной точки, на крайнюю восточную, на Камчатку. Почему под конец года? Очень, ну, там, закономерный вопрос. Только потому, что к концу года мы поняли тот резерв, который у нас остается. Странные госзакупки теперь пытаются отслеживать по всей вертикали власти. После летней истории с томографами появились 38 уголовных дел. Эти аппараты для российских больниц закупали по ценам в 2-3 раза выше рыночных. Но спустя несколько месяцев чиновники придумали, как можно заработать и на этом скандале. Содержимое ящика, деньги, валюта, доллары. Это съемки в офисе банка. По версии следствия, деньги обналичили, чтобы передать сотруднику администрации президента. 360 тысяч долларов и 500 тысяч рублей. Все началось месяц назад. В компанию Тошиба пришли переговорщики и сообщили, что японская корпорация в черном списке. И теперь ее не допустят к тендерам госзакупок медоборудования. Чтобы вычеркнуть фирму, надо отдать 1 миллион долларов. Представители японцев решили уточнить это в контрольном управлении президента. В этом ведомстве организовали внутреннюю служебную проверку. Вычислили, что несуществующий черный список придумал руководитель одного из департаментов Андрей Воронин. После этого начальник контрольного управления Константин Чуйченко сообщил о результатах проверки главе администрации президента Сергею Нарышкину. А затем информацию передали в департамент экономической безопасности МВД. Началось следствие. Когда вышли на все звенья этой группы, Воронина вызвали в кабинет Чуйченко. Сначала сообщили об увольнении, а затем предложили проехать в СИЗО. У производителей медтехники деньги просили через многоуровневую систему. Связь с сотрудником администрации президента держал Вадим Мажаев, руководитель дирекции единого заказчика Федерального агентства по здравоохранению. У него были посредники бизнесмен Леон Зильбер и бывший замминистра здравоохранения Алексей Вилькин. Мажаев эти деньги должен был передать господину Воронину. Это 360 тысяч долларов США и 500 тысяч рублей. В Московской областной думе тоже начинают служебную проверку. В июле здесь объявили тендер на госзакупку сувениров к Новому году. Заплатили 12 миллионов рублей. Получилось, каждый новогодний набор с блокнотом, ручкой, визитницей обошелся в 68 тысяч. Документ на тендер, где показана фотография подарка, который должен быть. Вас не возмутила цена? Просто как народного избранника вас в этой истории ничего не смутило? Как народного избранника в этой истории единственный вопрос, который возникает, разобраться в ситуации. Так 6 месяцев в прошлом. Да не 6 месяцев, я узнал об этом на прошлом заседании Думы. А, вот недавно узнал. Да. Спикер парламента поблагодарил прессу за внимание к расходам из областного бюджета. Данное решение принято не мною, подписано исполняющим, оказывается, обязанности. Значит, я сейчас разбираюсь и постараюсь этот вопрос как-то исправить, хотя уже конкурс прошел. Пока в Мособолдуме не могут сказать, в чем причина такого 12-миллионного приобретения. Банальный откат или проделки завхоза. В институте госзакупок считают, что многие российские чиновники вроде и воруют из бюджета, но сами не знают об этом. Процентов 80 тех нарушений, которые делаются в системе госзакупок, они вызваны скорее не злонамеренным умыслом каким-то, а просто неграмотностью людей. В Ульяновске летом провели, пожалуй, самую праздничную акцию протеста. Администрация области разместила заказ на мебель для переговоров за 9 миллионов рублей. В центр города вынесли альтернативный гарнитур. Стол за 2,5 тысячи и недорогие стулья. Губернатор, проходивший мимо, к ценникам не присматривался, но закупку отменил. Мебельные скандалы начались с МВД. Милиционерам понадобились кровати, покрытые тонким слоем золота. В ведомстве объяснили, спать на них будут высокие гости. В ноябре МЧС попала в торшерный скандал. Министерство объявило тендер на покупку гарнитура стоимостью около 10 миллионов. В документах указано, необходим торшер из муранского стекла, покрытый шелком и состаренным золотом, за 60 тысяч рублей. А также глобус за 177 тысяч. Но тендер из-за публикации в прессе решили отменить, пока МЧС будет работать без глобуса и без торшера. Есть шанс, что все такие тенденциозные закупки, они исчезнут. Но я не думаю, что это произойдет быстро. То есть привыкать еще долго будут? Это все зависит в первую очередь от первых лиц, от крупных государственных ведомств, потому что до тех, пока не подают плохой пример, изменить что-то очень трудно. Ивана Бегтина называют интернет-санитаром в сфере госзакупок. На сайтах, где госучреждения размещают свои заказы, он ищет подозрительные контракты. Вот пример. В одном из университетов утром понадобился ремонт, а днем уже строительная фирма его сделала. То есть получается, что 13-го числа заключили госконтракт, 13-го числа его исполнили, сделали ремонт на 3 миллиона рублей. Что в этом случае произошло, я не знаю. Но есть факт, который в принципе в дальнейшем может заинтересовать и соответствующие органы, которые зададут, может быть, неприятные вопросы. Через интернет добрались и до муниципальных закупок в небольшое село Маргауши. В разгар кризиса глава районной администрации выполнял поручение президента о сокращении чиновничьих расходов. Всем своим подчиненным он запретил на работе пользоваться электрочайниками. Оставил только один у себя в кабинете. Сейчас такие чайники, которые мгновенно кипятят, но в то же время и счетчик крутится, как бешеный. Сколько сэкономили на электрочайниках, никто не считал. Но теперь глава объявил тендер на приобретение персонального японского авто за миллион 150 тысяч. Новость о таком желании в село пришла от заезжих журналистов. Мнения жителей разделились. Ну, вроде бы, это... Конечно, это хорошая машина, но хорошая машина. Но ему эта машина надо, ему надо. Это расточительство народных стрессов называется. Жир в месяцах. При дефиците районного бюджета в 6 миллионов глава администрации все-таки пошел навстречу критикам и снизил свои требования. То, что там наши несколько тут, с одной стороны, или постраховались, или действительно хотели, я потом их поправил, ну, где-то 850-890 оставили сумму. Таким образом, чувашский чиновник оставил в бюджете лишние 300 тысяч. А в Брянском заповеднике после визита НТВ у директора появится УАЗ вместо машины представительского класса. Мы хотели вам подарить ту машину, которую вы хотели на тендере выиграть. Она эта? Спасибо. И только в Мособлдуме еще не решили, как поступить с госзакупкой депутатских сувениров за 12 миллионов рублей. Владимир Кобяков, Юрий Федин, Максим Зирин, Николай Камышников, НТВ. Москва, Маргауши, Брянск, Ульяновск. Субтитры подогнал «Симон»